Это город Эсс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. В ближайшие полчаса у нас разговор на околошкольные темы. Ровно неделя остается до наступления Нового года и, наверное, больше всех ждет праздников огромная гвардия самарских школьников. У взрослых другие заботы, надо же будет чем-то в это время их занять. Это одно из направлений нашего сегодняшнего разговора. Приветствуйте, пожалуйста, вместе со мной. У нас в городе Эсс Лилия Галузина, руководитель департамента образования администрации городского округа Самара. Добрый вечер. Добрый вечер. Известно, что для учительского корпуса, для вас, август очень хлопотный месяц. Как с декабрем? И декабрь, и январь, впрочем, как и все остальные месяцы. Дети же никуда в коробку не складываются ни в какое время, поэтому все время, наверное, у нас горячая пора. Ну, конечно, сейчас особенно она не только горячая и хлопотная, но еще и все-таки приятная. Потому что хорошо отмечать праздники, но и организовывать праздник тоже – это очень большая честь и очень интересное дело. Приятно всегда говорить о праздниках, приятно их ждать, но давайте все-таки к году уходящему вернемся. Ну, все ругают его сейчас, без преувеличения, наверное, скажу, вот все. Очень тяжело, очень много всяких неприятных событий, но, наверное, были же события какие-то и приятные в 2014 году, во всяком случае, какие-то значимые. Что бы вы отметили? Ну, вы знаете, для нашей отрасли образования в городском округе было очень много таких и важных, и судьбоносных, и одновременно с этим, ну, таких законченных, приоритетных направлений мероприятий. Ну, во-первых, конечно, хочется сказать, что мы, наконец, завершили одну из наших самых больших таких болей, что ли, это мы открыли 35-ю школу, и у нас на сегодняшний день, наконец, только одна школа города закрыта на капитальный ремонт. Но тоже достаточно для нас оптимистично завершается год, потому что 81-я школа, которая у нас уже несколько лет закрыта на капремонт, сейчас, вот в конце 2014-го, активно ведет ремонтные работы. И мы очень рассчитываем, что эта активность такая перейдет на 2015-й год. Главное, чтобы нас профинансировали, да, в достаточном объеме. И мы к 1 сентября следующего года откроем и 81-ю школу долгожданную в центре города, около областного правительства. Я думаю, что это будет, в общем-то, достаточно таким правильным завершением этой истории. Мы открыли несколько детских садов. Вот буквально на прошлой неделе мы открыли еще один сад, успели, так сказать, запрыгнуть, да, на подножку вот этого уходящего года. Открыли детский садик на улице Буянова. Новый, очень красивый, такой, вы знаете, какой-то современный. И дети, и родители, мы все, ну, чрезвычайно были рады, что ли, этому обстоятельству. У нас в этом году очень хорошие результаты по единому государственному экзамену в конце имеется в виду сессии, но и то, что мы сейчас в декабре писали сочинение. Это новый, как вы знаете, вид испытаний выпускных. У нас хорошие, очень высокие результаты, высокие баллы у детей, хотя она не оценивается, эта работа в баллах, но, тем не менее, все равно у педагогов по критериям для себя баллы есть. Достаточно хороший результат. Мы еще раз убедились в том, что в самарском образовании гуманитарная составляющая чрезвычайно сильная. Мы всегда об этом говорили. Вот сочинение, вернувшееся к нам, это доказало. Ну, хочется сказать еще о том, что в этом году очень активно школы и детские сады выходили, что ли, за пределы своей территории в городскую, как бы, среду. И очень много мероприятий проводилось в парках, скверах города. Вот мы сейчас очень рады. Парк Гагарина, в том числе с нашей помощью, очень преображается, становится настоящим таким детским городским центром. И он тоже несет такую, знаете, образовательную нагрузку. Мы там сейчас совсем недавно в ноябре открыли автогородок, очень серьезный, солидный, большой. Для школьников, которые будут там обучаться правилам дорожного движения, которые будут там проводить соревнования и занятия по велоспорту. Это, ну, прекрасный такой новый объект в нашем городе. У нас такого не было объекта. Мы сейчас там завершаем наш центр дополнительного образования «Спектр» завершать там сейчас реконструкцию большого футбольного стадиона в парке Гагарина, который тоже уже начинает буквально с января работать. И мы будем там активно проводить спортивные мероприятия. То есть по всем направлениям, и в рамках дополнительного образования, и основного, и детских садов. Мне кажется, у нас есть определенные успехи, мы ими гордимся. Поэтому для нас конец года выглядит, ну, как мне кажется, достаточно оптимистичным. Не так драматично, как для остальных. Ну, мне кажется, что нет. Мы работаем в прямом эфире 202.1.22. Руководитель департамента образования и администрации Самары Лилия Галузин сегодня у нас в гостях. Если у вас есть вопросы, звоните, пожалуйста, к нам в студию. Кстати говоря, Лилия Викторовна сразу же по горячим следам. Спасибо большое за то, что открыли 35-ю школу, долго ждали этого радостного события. Большое спасибо лично вам. Не забывайте, поддерживайте. Там замечательные учителя и дети. Это пишет нам Лев Владимирович, учитель 35-й школы, насколько я понимаю. Да, спасибо большое. И коллегам хотелось бы сказать, потому что они очень мужественно и долго достаточно, ну, так скажу, литературно несли свой крест. Это было достаточно сложно работать в таких трудных условиях, в чужих помещениях. И вот сейчас мы очень рассчитываем на то, что вот они с огромным оптимизмом входят в Новый год. Нам осталось там немного завершить спортзал и пищеблок. И я думаю, что эта школа на сегодняшний день одна будет из самых современных и по оборудованию в том числе. Вот вы заговорили уже про единый госэкзамен. Ну, притча во языцах, мне кажется, нашего образования ЕГЭ. Буквально вчера глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов сообщил о мерах, позволивших обеспечить объективность проведения единого госэкзамена. Что вообще вы думаете об изменениях, которые ждут в следующем году? Ну, для нас единый государственный экзамен в этом году пройдет в рамках абсолютного своего, ну, уже состоявшегося режима функционирования. Потому что все эти новшества, которые в каких-то, может быть, регионах еще пока не испытаны, мы через все это уже прошли. У нас были в этом году и металлоискатели, если имеется в виду. Объективность в том, чтобы отследить, не списывают ли дети, не достают ли они шпаргалки, не пользуются ли они гаджетами. У нас огромное количество аудитории работало под видеокамерами и в онлайне. специальные, так скажем, специальный Рособранадзор, специальные люди могли отслеживать, как процесс происходит, и сразу по ходу выносить какие-то замечания для того, чтобы мы могли это учесть на следующем экзамене, в другой аудитории и так далее. Поэтому я хочу родителям всем сказать, и детям в том числе, что единый экзамен 2015-го, теперь уже года, пройдет в том же режиме, и ничего нового и неожиданного для нас здесь не будет. Вы сказали, что у нас очень хорошие результаты уже по сочинениям, и велика гуманитарная составляющая. Вот, честно говоря, я опасалась, как ребята напишут, потому что грамотность сегодня не в чести, в силу, может быть, того, что переписка в соцсетях и в гаджетах как-то никого особо не обременяет знаниями грамматики. Ну, написать диктанты – это еще там полбеды, а вот сочинение – это уже значительно сложнее. Как с грамматикой? Ну, на самом деле, конечно, не буду лукавить, все-таки сочинение как жанр в первую очередь оценивалось по законам именно жанра сочинения. То есть грамматика как таковая, конечно же, тоже оценивалась, но критерии были очень мягкими. Считается, что грамотность и знание детей по русскому языку мы проверим на едином государственном экзамене в июне. А сейчас у них есть еще полгода, чтобы доучить, наверстать, отработать. В основном все-таки проверялось мышление, проверялось умение логически мыслить, аргументировать, проверялось, конечно, знание художественных текстов, хотя оно не было таким, как когда-то в наши годы, когда нам нужно было литературведческий анализ представить. Конечно, сегодняшнее сочинение очень сильно отличается от тех сочинений, которые писали родители нынешних одиннадцатиклассников. Но, тем не менее, мы очень опасались, потому что, в принципе, сочинение как таковое ушло из школ с того момента, когда единый экзамен взамен сочинению предложил тесты. И, конечно, нужно было здесь нагонять. И не только ученики, но и учителя, особенно молодые, вновь пришедшие. Кто-то утерял этот навык, кто-то его вообще не имел обучать сочинению. Поэтому мы, конечно, волновались. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, всегда традиционно учителя русского языка, литературы и истории в Самаре всегда достаточно сильные. Потому что здесь, в этом направлении, работали два вуза. Не только бывший педагогический институт, сейчас социально-гуманитарная академия, но и государственный университет, который тоже готовил кадры педагогические для школы. И поэтому здесь, в общем-то, достаточно высок потенциал преподавателей. Мы в этом убедились. Ну, конечно, на лаврах не почиваем. Работа есть. Есть что совершенствовать. Подводя итоги уходящего года, вы не упомянули о уже традиционных, скажем так, самарских проектах, поездках лучших выпускников в Москву на выпускной бал, о поездках на Кремлевскую елку. Но я так понимаю, что это никуда не исчезнет. Конечно, просто дефицит времени ограничивает немного рассказ. И я постаралась на каких-то таких самых больших проектах остановиться. И о Байконуре хотя бы все-таки упомянуть. Ну, Байконур, да, новый проект этого года. И здесь самое, знаете, что, самое приятное, то, что он не стал разовым. Вот когда я об этом рассказывала на одной из прошлых передач, мы говорили о том, что родился такой проект, и он замечательен тем, это поездка на Байконур, что, с одной стороны, это поощрение для детей, которые стали победителями олимпиад, конкурсов, каких-то проектов по физике, астрономии, самолетостроению. И это напрямую выводит дополнительное образование в уровень профессионального образования. И это интересно с точки зрения просто туризма, да, понимания того, а что вообще может предложить Россия, близлежащие государства СНГ с точки зрения вот такой познавательной. И этот проект, он был еще и совместно с общественной организацией граждан из Самары. И сотрудничество, вот в данном случае, образовательные учреждения, департаменты образования и общественные организации, это тоже было чрезвычайно для нас важно. Поэтому в этом проекте сошлось все просто. Недаром он звездный, да, звездный десант. Но, конечно, мы боялись, что оно превратится в такое, она, эта поездка, превратится в такое разовое мероприятие, но этого не случилось. Мы сейчас уже готовим третий звездный десант. Да, у нас был один летом, один был у нас вот в октябре. Сейчас готовим следующий звездный десант и уже договариваемся о звездном десанте для педагогов, для учителей физики, астрономии, тех преподавателей, которые готовят лауреатов, победителей конкурсов в области именно официальной промышленности. Тем самым мы работаем и на то, о чем говорил губернатор, на аэрокосмический кластер городской. Для нас это тоже очень важно. То есть это находится еще и в таком общем тренде развития области, региона. Поэтому, конечно, проект очень важный, будем его продолжать. Надеюсь, что он свое развитие дальнейшее обретет, не потеряет на пути. Ну и лет через 10, мне кажется, можно будет проверить, не стал ли кто-то из групп, которые туда ездили, из ребят, космонавтов. Ну и даже если они станут не обязательно космонавтами, а будут работать в аэрокосмической отрасли, это уже результат, конечно. Они могут быть ведь инженерами, проектировщиками. Это может быть любая профессия, связанная с аэрокосмическим кластером, конечно. Вы начали с того, что рассказали об открытии новых образовательных учреждений. Вообще здорово, что открываются детские сады новые у нас. Ну а очередь-то все-таки существует. Что планируется в следующем году, удастся ли победить ее, одолеть? Ну у нас на сегодняшний день, вот буквально, как всегда, знаете, мы же, у русского человека всегда так очень много, что откладывается на конец года. Вот у нас сейчас уже буквально в конце года заканчиваются ремонтные работы по капитальному ремонту целого ряда зданий. Я думаю, что на будущий год уже в феврале, в марте, мы откроем около пяти детских садов, чьи здания сейчас мы капитально отремонтированы, которые были возвращены в систему образования. Это и в отдаленных районах города, на улице Дальней, на улице Енисейской, на улице Симферопольской. Это и в черте старого города, где у нас традиционно очень сложно с местами, потому что здесь нет места для новой постройки. На улице Огибалова сейчас тоже занимаемся, будет скоро детский сад на первом этаже жилого дома. Это вот, ну, Буяново мы только что открыли. Это будет вот около пяти новых детских садов. Плюс мы сейчас открываем в нескольких детских садах дополнительные группы, мы тоже там завершаем капитальный ремонт. Поэтому у нас сразу сейчас вот так вот в феврале мы снимем... Да, мы снимем огромное количество очередников и подвинем очередь. Это будет достаточно весомо и заметно. И у нас целый ряд детских садов, которые планируются на капитальный ремонт в самом пятнадцатом году, потому что эти детские сады, они, так скажем, переходят из четырнадцатого в пятнадцатый. Еще целый ряд, где мы начнем эту работу. И, безусловно, будем еще, как мы уже это делали, отыскивать возможности при некоторых школах, где имеются отдельные помещения с отдельным входом, где мы могли бы открыть так называемые группы дошкольного отделения при школе, что тоже, в общем-то, достаточно, ну, скажется на сокращение очереди. То есть, конечно, приказ, указ президента мы, естественно, будем выполнять. Естественно, все для этого будем делать. Направлять средства и городские, и с нами область очень хорошо работает. Вот сейчас, когда я говорила о завершении вот этого строительства нескольких детских садов, это выделены федеральные деньги, специальные, потому что и правительство Российской Федерации понимает, что просто муниципалитету, не только нашему, а вообще муниципалитетам страны, не справится, конечно, с этой проблемой, поэтому и федеральные деньги нам направляются сегодня для того, чтобы мы могли открывать новые детские сады. И мы, конечно, будем работать над этим, и очередность будем неуклонно сокращать. К 1 января 2016 года поставлена задача сократить очередность для детей с 3 до 7 лет. То есть у нас останется следом очередь для детей, которые, так сказать, многие мамы хотят уже в 2 года отдать ребенка в детский сад. Это будет следующая задача, чтобы ясельные группы тоже больше открывались. Они у нас сейчас имеются, но в недостаточном количестве. Ну и рождаемость растет. Растет неуклонно, поэтому мы все время бежим, так сказать, в догонку. Только мы цифру, на цифру итоговую выходим. А у нас рождаются новые дети, ну это прекрасно, конечно. Мы с учетом этого будем строить новые детские сады. Ну обсудим с вами ровно через год в этой студии, как все получилось. Да, но у нас вот по числу первоклассников уже на сегодня, мы видим, если раньше на несколько сотен увеличилось в последние годы, то сейчас уже в этом году на тысячу у нас увеличится количество первоклассников. Уже вот виден этот наш замечательный демографический. Отлично. Про первоклассников тоже обязательно поговорим сегодня, я надеюсь. Для тех, кто только что переключил канал, вы смотрите «Город С». Сегодня у нас в студии Лилия Галузина, руководитель департамента образования и администрации городского округа Самара. Ну все-таки к Новому году теперь уже давайте вплотную подходить, потому что действительно каникулы-то это здорово, отдыхать хорошо, но когда ребята слоняются, в общем-то, по квартирам или по улицам и не знают, чем им заняться, это тоже определенный негативный момент. Кто вообще, вот не задача ли это только родителей думать, что же делать со своими чадами? Вы знаете, у нас традиционно новогодние каникулы всегда бывают заполнены до отказа. И ни зима, ни холодная погода, ничто не останавливает ни педагогов, ни детей от самых разнообразных вообще игр, забав, праздников, проектов и так далее. Ну, во-первых, у нас традиционно всегда зимние каникулы – это путешествия. И у нас огромное количество детей со своими классными руководителями, с учителями отправляются в поездки по стране. В Петербург, в Москву, в Казань, в Нижний Новгород. Станет ли меньше таких групп в этом году? Ну, вот я думаю, что те, кто успел об этом позаботиться, обычно это в октябре-ноябре, да, родители и классные руководители эту работу начинают. Я думаю, что у тех, конечно, поездка состоится. Ну, надеемся, что вот этот кризис минует через какое-то время нас, и к весенним каникулам мы опять эту работу продолжим. Традиционно, конечно, елка в Кремле, кремлевская елка, тоже очень привлекательная, тоже большие группы детей мы отправляем, как школьники, так и социально незащищенные дети. Ну, у нас очень много и своего всего. Ну, во-первых, я начну с того, что у нас в городе действует несколько десятков подростковых клубов, которые находятся обычно, чаще всего, на первом этаже жилого дома в микрорайоне, и все педагоги-организаторы во время праздничных дней будут организовывать там мероприятия. Ну, это для тех детей, которые вот во дворе, да, кто уже никуда не пошел. Но у нас и организованных групп детей очень много. У нас существует несколько загородных лагерей, которые принадлежат муниципалитету, которые являются муниципальными автономными учреждениями, и каждый из них подготовил интереснейшую программу. У нас есть, например, замечательный лагерь «Юность», он с такой военно-патриотической направленностью. Там у них будут поиски Деда Мороза в виде военно-спортивных таких вот игр. У нас есть лагерь «Заря», где для малышей будет новогодняя сказка. Надеюсь, когда найдут Деда Мороза, с ним будет все в порядке. Ну, я тоже на это рассчитываю, да. Новогодняя сказка в «Зимнем лесу» у нас лагерь «Заря» готовит. Кроме того, у нас сейчас пройдет целая череда елок для самых разных категорий детей. Для старшеклассников, для школьного парламента будет отдельная городская елка. Для воскресных школ будет отдельная елка, тоже такая тематическая, подготовлена. Естественно, что у нас целый ряд замечательных таких волонтерских проектов, связанных с поздравлением детей с ограниченными возможностями, с ветеранов войны, инвалидов на дому. И здесь дети с таким огромным... Вот только сегодня ко мне приходили представители одной из общественных организаций, которая работает с пожилыми людьми, и рассказывали, насколько интересным было поздравление детских коллективов вот этим пожилым людям, как с удовольствием и дети, и взрослые участвовали в этом деле. И таких проектов вообще очень много у нас на каникулы. И дети для себя хорошо понимают, что это время дано и на добрые дела в том числе. Да, не только на то, чтобы принимать подарки и ждать, когда тебя развлекут. Ну, у нас 55 спортивных площадок при школах. Часть из них хоккейные, залитые. Уже на сегодняшний день все-таки немножечко снег и мороз нам позволили залить площадки. Часть из них футбольные, расчищенные. У нас тренеры-общественники работают. У нас есть такая газета «Самарский футбол». И вот редакция этой газеты, активисты, очень нам хорошо помогают. И тоже на зимних каникулах у нас большая программа работы на этих спортивных площадках. И хоккейные матчи, и футбольные. То есть я рассчитываю на то, что если только родители понимают, что дети не должны сидеть дома с гаджетами, и они в школе ознакомились с той программой мероприятий, которая им предлагается в течение каникул, то, конечно, дети дома сидеть не будут. То есть для всех желающих можно будет найти какого-либо рода занятия? Конечно, конечно, да. Ну, в том числе и в тех же школах будут еще дополнительно какие-то классные руководители, как обычно, вы знаете, раскупили все билеты в ТЮЗ, в филармонию, на праздничные спектакли. У нас традиционно всегда учителя очень много уделяют вот этому мнению. Тоже не хотят отдыхать учителя. Ну, они, может быть, понимаете, здесь нет вопроса, хотим мы или не хотим. Мы не можем оставить детей без дела на праздники. И праздничные дни, и вообще выходные дни иногда бывают в образовательном смысле еще более плодотворны, потому что образование – это не только ответ по учебнику. Да, образование – это все то, что ребенок в этом мире для себя, так сказать, берет, и поэтому эти дни, они тоже для нас важны очень, и порой больше дают для детей. Лилия Викторовна уже, наверное, во всей России знают попытку Самары узурпировать Деда Мороза хотя бы на какое-то время, пусть поживет у нас. Вот проект «Резиденция Деда Мороза». Что будет с этим проектом? Ну, это не то чтобы проект, это просто все те мероприятия, которые объединяют с собой новогодние праздники. У нас Дед Мороз из Великого Устюга к нам прибыл 22-го числа, и он уже 22-го, причем, как мне сказали, Дед Мороз-то мы узнали, он был у нас уже в прошлом году. Ну, конечно, это же тот же самый, понятно, он же у нас один. Из Великого Устюга. И он открыл у нас большую елку, которую мы традиционно называем елкой главы, то есть это главная городская елка в филармонии с очень интересным спектаклем. В этот же вечер на площади была тоже открыта, так скажем, главная елка городская, уличная. И потом это все переходит вот в целый ряд вот таких вот мероприятий, где и наши, так сказать, местные самарские Дед Морозы участвуют в тех или иных праздниках и в волонтерских проектах. Это подведение итогов огромного количества конкурсов. Это был конкурс на лучший рисунок новогодний, причем победители этого конкурса удостоились такой чести. Вот все получат подарки и увидят, вот есть такой подарок в виде конфеты от городской администрации, и он оформлен на своих вот этих вот сторонах, гранях, рисунками детскими. Вот это вот рисунки победителей городского конкурса на лучший новогодний рисунок. Они теперь в каждом доме есть на том подарке, который принесут дети из школы или из детского сада. У нас был конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Тоже сейчас будут подведены итоги, и для победителей тоже будет своя, так сказать, елка. То есть еще раз повторюсь, что это все тематические такие праздники, связанные не только с таким потребительским отношением, я бы сказала, к Новому году, а с неким очень активным участием детей в самых разных социальных проектах, которые, на мой взгляд, необходимы для формирования личности ребенка. И праздник этому вовсе не помеха. Останется ли кто-то из самарских детей в этом году без подарков? Нет, что вы. Мало того, у нас все самарские дети в этом году получают, как и в прошлом году, по два подарка. Потому что это подарок от губернатора, который тоже вручается всем детям, и подарок от городской администрации и Думы городского округа. Он тоже вручается у нас всем детям. У нас все знают, где их получать и как. Ну, все, кто в саду, получат в саду. Все, кто в школе, получат в школе. Неорганизованные дети у нас, которые не стоят в очереди в детский сад, они получают в центрах семья по месту жительства. Если кто-то не знает, могут туда обратиться. А дети, которые стоят в очереди в детский сад, они получат подарки в том детском саду, в котором они сейчас дожидаются своей, так сказать, очереди. Поэтому абсолютно все дети будут у нас по два подарка иметь. Они красивые, надеюсь, что вкусные. Да вот удивительно, сколько бы подарков ни было, все они будут съедены неизбежно. Ну да, конечно. Я знаю, что родители всегда очень активно еще и делают свои подарки. Мы, кстати, много лет и классным руководителям, и руководителям образовательных учреждений говорим о том, что убедите родителей, что не нужно уже в школу приносить еще и подарок от родительского комитета. Это уже, на наш взгляд, совершенно лишнее. Уже пускай дома каждый на свой вкус ребенку подарит подарок, но два больших, хороших, полноценных подарка, одинаковых для всех детей, мне кажется, это очень достойно. И, конечно, с удовольствием... Да, да, да. С удовольствием детьми, так сказать, начинают съедаться с первой минуты. Лилия Викторовна, вопрос от нашего зрителя. Нам в 79-й школе в прошлом году подписали капремонт окон в учебном корпусе. И это вошло в титульный лист на 2015 год. Не будет ли дефицита денег на то, что запланировали? Ну, вы знаете как, мы пока все-таки полны оптимизма, да, и очень рассчитываем. Конечно, я честно скажу, на сегодняшний день тот титульный список, который буквально вчера согласовали депутаты городского округа с департаментом, потому что процесс титульного списка согласования, он достаточно такой, ну, так скажем, продуманный. С одной стороны, департамент образования представляет свои учреждения для капитального ремонта, с другой стороны, все депутаты Думы, зная потребности, нужды своих округов, тоже участвуют в согласовании этого списка. И, конечно, список, который мы согласовали, его суммарная стоимость и те деньги, которые на сегодняшний день у нас на капитальном ремонте пока по бюджету 2015 года предусмотрены, они, конечно, различаются, разнятся. Но все-таки мы очень рассчитываем, как, кстати, это было и в этом году, что в середине года нам что-то добавят, что вполне возможно министерство областное в каких-то, ну, важных таких принципиальных, приоритетных задачах нас тоже поддержит. Может быть, найдутся инвесторы в каких-то объектах, и тогда деньги, скажем, с каких-то объектов перенесутся на другие. То есть мы на сегодняшний день никого не разочаровываем и очень рассчитываем, что титульный список будет исполнен в 2015 году, ну, при условии, что не будет хуже, чем, так сказать, сегодня, да, а будет все-таки ситуация стабилизироваться. Потому что трудно предсказать сейчас, как будет в 2015 году с финансированием и сколько будут стоить эти окна по той цене, по которой они стоили, скажем, там, в октябре, например, да, и какими они будут там в июне. Не успеем, хотела поговорить с вами еще о том, что начнется, в принципе, скоро прием в первый класс, но в следующий раз приходите, пожалуйста, к нам поговорим. Ну да, там, кстати, есть новый порядок, но он не совсем новый, но он связан с электронной услугой, но родители все у нас все знают. Ну, поскольку меньше минуты остается до окончания программы, наверное, будем что-то к Новому году загадывать и желать. Я бы всем пожелала оптимизма и смотреть на детей и учиться у них отношению к жизни. Вот такому радостному, позитивному, когда на все смотришь с любопытством и интересом, несмотря ни на что. Ну, это еще в Евангелии было записано. Будьте как дети. Будьте как дети. И только в этом случае будет вам Царствие Небесное. Да, наверное, это правильно. Ну, мне тоже остается поздравить наших зрителей с наступающим Новым годом. Пусть обязательно все ваши мечты сбываются, хотя еще неделя есть, но тем не менее стоит уже начинать загадывать. Спасибо огромное. Спасибо. Удачи вам в вашей работе. Увидимся в Горде Эс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова